Мы перейдем к следующему нашему последнему сегодняшнему гостю. У нас в студии Константин Казюберда, экс-рубежанский городской голова. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и хотелось бы начать наш с вами разговор. В очередной раз будем говорить о децентрализации. Знаем, что вы являетесь ее сторонником в городе Рубежном. Расскажите основные перспективы, основные плюсы в плане децентрализации в Рубежном. Ну, я хотел бы нашим телезрителям сообщить о том, что у нас инициативная группа работает давно. Она включает более 20 человек. Но, к сожалению, мы не находим взаимопонимания с действующим составом городского совета и городским головой. Группа есть, документы все поданы на оформление. Но, тем не менее, ВОЗ, как говорят, и не там. Основные цели и задачи нашей группы – это проведение загальных сборов. Через загальные сборы принятия устава территориальной громады и, в конце концов, определиться, кто в городе хозяин территориальной громады. Конституция Украины, статья 132, говорит о том, что она четко говорит, как устроено государство Украины. Она состоит из территориальных громад. Конституция 140, 141, 142, статья говорит о том, что это право территориальной громады формировать органы власти. Многие путают – выбрали власть. Да нет. Источник власти у нас является народ по Конституции. И именно он формирует органы власти, которые должны работать в интересах территориальной громады. А если говорить о эти загальные сборы, как можно их организовать? Это обязательно, чтобы местная влада была таким соучасником? Или можно просто взять... Инициативные группы есть разные формы. Ведь поймите, загальные сборы собрать при населении 40-50 тысяч человек – это, скажем, нужно помещение. Но тем не менее, Европейская Хартия четко раскрывает нам механизм проведения загальных сборов. То есть нужно садиться с депутатами городского совета, городской голова и четко решать этот вопрос. Как мы его будем проводить? Почему? Только загальные сборы могут определить, кто у нас в городе является источником власти. После того, когда мы это сформируем, мы посмотрим имущественные активы. В городе Рубежном до сих пор отсутствуют имущественные активы. То есть активы имущественных реестров. А чем мы владеем? Основа местного самоуправления – это имущественные и финансовые активы, которые имеются в городе Рубежном. А где это можно посмотреть? А нет, у нас до сих пор, если взять реестр, у нас до сих пор числится там человек, представитель, на котором территориальная громада соответствующая, не захватил с собой этот документ, господин Катышев. Ну, извините, это полное неподобство. И вот когда сейчас идут процессы, такие вот мы объединяем территориальные громады. Но ведь Конституция четко говорит о том, что эти механизмы уже заложены. И объединяться могут только сельские селочные рады. Пожалуйста, давайте будем смотреть, чем они будут объединяться. Какими финансовыми и имущественными активами. Процесс очень сложный. А почему? Потому что, с моей точки зрения, это мнение инициативной группы есть подводный камень. Мы создаем объединение территориальной громады. Но они не прописаны в Конституции. А значит возникает вопрос, что? Изменение Конституции. И вот этот подводный камень говорит о том, что у нас, я считаю, Конституция очень хорошая. Но мы ее не научились соблюдать. А вот когда мы ее поменяем, и тогда что? Кому отойдут, скажем так, имущественные активы? Ведь сейчас эра борьбы за ресурсы, которые находятся на данных территориях. И люди должны это понимать. А вот как, опять же, вы сказали, что городская власть не идет на контакт. А депутаты городские, города, рубежного, как поддерживают, не поддерживают децентрализацию? К сожалению, я вам скажу откровенно, пришел, опять же, есть доминирующее влияние одного оппозиционного блока, городской голова, и слушать они априори ничего не хотят. И когда некоторые депутаты, в частности, и тоже Валерий Юрьевич Харчук, говорит о том, что не приведет ли вообще-то это к узурпации власти, вы знаете, я где-то с ним согласен. Почему? Потому что, вот это вот, как говорят, под прикрытием децентрализации мы развили местных князьков, башков, которые без охраны не ходят, которые, извините, приемы проводят, охрана стоит. А зачем охрана? Ведь народ вам делегировал полномочия? Извольте работать в интересах народа. Многие говорят, ну вы же, мы же, мы нанятые на это самое, правильно, вы нанятые на работу, господа депутаты, вы нанятые на работу, и господин городской голова, да.